Значит, мы рассмотрели, по сути дела, вопрос об общественном бытии, общественном сознании и о формах производства общественной экономической формации. Вот после того, как мы рассмотрели общественные экономические формации, наверное, вы уже обратили внимание, что в каждой общественной экономической формации люди разделяются на очень большие группы в зависимости от положения в производстве. Вот те люди, которые, такие большие группы, на которые люди делятся по положению в производстве, как называется все общество разделяется на большие группы людей отличающиеся по положению в производстве класса вот разлия вот сперва быть на общинном коммунизме различались они по положению производства нет без классовое было общество при полном коммунизме будет отличаться по положению производства нет как маяковский писал землю сидят папаши города вене землю папашу попишут стихи сексуальные поэты или землепашцы или допустим вот при сейчас у нас рабочее время 8 часов уже сто лет 8 часов до 40 строго говоря по кодексу до 40 меньше пожалуйста только она на самом деле на практике идет больше потому что сверхурочные работы без учета сверхурочных работ сокращение отпусков удлинение вообще рабочего времени за течение жизни что сейчас намечается будущий назначенный премьер уже обещал удлинить пенсионный возраст порадовал пожилых дескать они же пожилые уже пожили хватит по и другие пожилые вот по положению производства все другие формации кроме коммунистической формации они являются классовыми какие классы в рабовладельческом обществе рабы и обладельцы есть там какое-то количество свободных граждан ни то ни сё но они не являются большой группой потому слово большое в этом определении очень существенно но как вот вы считаете большой я считаю что маленькая разве это годится для определения поэтому надо уточнить большие группы это группы сравнимые с размерами общества то есть если это третье общество четверть общества это большие группа если это там у метро сейчас пойдем метро по окончании ведь там стоит какие-то группы людей может они по положению производства отличается это не классы классы этого группы которые заняты в общественном производстве скажем одни умственным трудом других физическим одни заняты одни имеют собственности средства производства другие не имеет одни исполняет а другие дают команды вот это вот и прочие признаки о них мы уже с вами говорили вот классы это группы людей большие отличающиеся по положению производстве и кто создал в теорию классов маркс от этого отнекивается отрекается маркс говорит это не я сделал это сделки французские буржуазные историки история дело такова надвигалась французская буржуазная революция великая а почему она великая великие революции это не всякие революции так можно каждого назвать великой великие людей которые ну какой-то шаг очень крупный сделают в освобождении трудящихся например французская буржуазная революция освободила от крепостной зависимости крестьян правильно разрушила систему крепостной зависимости личной зависимости нет рабовое общество это личная зависимость или вы а я рабыня или я ваша либо либо так либо ах либо я барин тогда вас можно сечь плетьми женщин можно было сечь плетьми при федерине да вот носиной все было оборудовано писала в этом крыть некрасов писал и недавно это было чё там это 61 вот так вот совсем уже недавно 20 19 все мы это как-то даже представляем это время достаточно хорошо так а буржуазная революция французская 1789 года освободила от личной зависимости человек стал свободным никому он ничего не обязан это великое достижение великой революции можно сказать ну а все равно эксплуатировали вот они идут нанимаются эксплуатируют но вы нажимаете сами же вас не гонят же палками хотите не нанимаетесь можете умереть в городу вот около завода прям стали перед заводом и умерли ну чё то таких вот мало случаев ну то есть вам могут сказать вы свободны и придумали так что когда вас выгоняет с работы говорят мы вас увольняем то есть вы идете на волю а тут были в неволе и вы не радуетесь почему не радуетесь когда идете на волю вас уволили вы идете на волю а вы нет меня уволили я протестую как вы протестуете вам волю дали что за народ ничем его не не проймешь он все время недоволен то есть свобода когда эту свободу начали проверять великая революция была но эта свобода оказалась формальной то есть свободно то свободно никакой личной зависимости нет но от вида ты не будешь свободного то есть оказалось вы свободны отделе я вы свободный от предметов потребления то есть если вы не пойдете не продавится чтобы продавать должны если у вас ничего нету и каких то у вас есть довод значит вы должны что то продать чем можете продать если у вас ничего нет труднее если вы продадите wird это эквивален будет вы мне один труд я вам другой и никто ничего не получит кто это такой ни свою рабочую силу. Вот, рабочую силу – другое дело. Вы рабочую силу, я вас куплю, за эту самую рабочую силу, то, что вы получите, составляет сегодня, за один час можно выработать. Сто лет прошло, как вот, восьмичасовое рабочее время в стране. Сто лет уже идет сто первый. Значит, за один час можно выработать продукцию, которая покрывает вашу рабочую силу. А семь часов кто забирает? Ну, а те забирают. Кому вы нанимались? Это все по-честному. Вы же пришли сами. Вы сами пришли. Вот я директ, хозяин завода. Ко мне пришли сами-сами. Я вам по стоимости заплатил, рабочей силы вашей. Вы бы что мне продали? Вы мне продали. У нас не единая собственность, это вам не социализм. Вы продали мне свою рабочую силу. Раз вы продали, могу я ее использовать? Я ее восемь часов использую, из них. Сейчас я вашу зарплату покрываю, вам отдаю. Вы должны быть довольны. Все по-честному. С точки зрения товарного хозяйства. Стоимость получили, свои рабочие силы. А если не доплачивают, ниже стоимости должны протестовать и возмущаться. А если по стоимости, все хорошо. И все. То есть, в этом смысле, почему народ не доволен, непонятно. А знаете, как тяжело иметь фабрику завода? Это вот ночью просыпаешь, думаешь, а так сломается станок, сломается там котельная, отключат электричество. Охрана не сработает. Чего-нибудь украдут, утащат. Рабочий что-нибудь сломает. Кто-нибудь умрет, а будет опять таскать. Будет все равно таскать кто-нибудь. Умрет и рабочий. Кто-нибудь затравит, кого-нибудь замотает. Вот у вас хорошо, вот прическа такая короткая. Сколько случаев, когда косыночку не наденут, подойдут в станку, когда вращаются с большой скоростью. Раз, скальп сняли, нет человека. Вроде как он есть, но уже все, он умирает. Или вот у нас есть вот фабрика, вот знак, которая делает из тряпок, денежные знаки. Из тряпок делают хорошую бумагу, делают не из дерева, а из тряпок. Тоже и так растворяет. Ну, ночью дело было. Упало в чан, где это все растворяется. И растворилась женщина. И вы знаете, что травматизм страшный. Страшный. Меньше всего об этом пишут. Вот вы журналисты, может, вы тоже не будете об этом писать. Как бы об этом писать? Ну, грустно писать. А он не сокращается, а даже наоборот. Вот эти пришли газарбайтер. У нас все вредное переводят в невредное с помощью системы. СОУД, специальная оценка условий труда. Раньше приходили приборами, как материализм. Материалисты считают, температуру меряем градусником. Есть специальный прибор, который влагу измеряют. Есть пылеуловители. Меряют загазованность, запыленность и так далее. Электромагнитное излучение какое. Радиоактивные, может быть, воздействия. Есть для этого счетчики Гегера. Это лучшее. Это мы все считаем. И рентгеновские излучения. Все это мы должны учесть и определяем уровни. Но вдруг в 2013 году с подачи работодателей, то есть собственников средств производства, сказали, давайте мы делаем по-другому. Специальную оценку условий труда. Пускай эту оценку производят не так, как раньше по старинке, значит, вот эти специальные замеры делали и про союз в этом участвуют, чтобы они тоже знают эти условия. Давайте мы поручим специальным фирмам. Допустим, вот вы придете, у вас фирма, вы определяете. Я вам деньги буду платить, я вас закажу, вы придете и придете вот к ней на рабочее место. Когда вы придете? Когда она не работает. Свежий воздух. Все хорошо. И напишите, что вот, например, докеры, они на берегу моря и на свежем воздухе работают. За что им приплачивают? Все время на свежем воздухе. А вы мучаетесь вот тут помещений. Я, например, мучаюсь. Помещений все время на свежем воздухе нам не дают лекции читать. А там вот хорошо и легко. И в итоге вредное стало невредным, особо вредное стало просто вредным. Ну и кто, поскольку оплачивает этих фирмы, которые вызываете, которые делают оценку, кто работодатель? Ну естественно. Если я вам буду платить, так вы если не будете оценивать так, как мне не надо, я вам и не буду так платить. А вы хотите, чтобы вам как следует заплатили, так вы думаете, как вам надо написать. Поэтому в итоге мы имеем колоссальное вот в этом смысле ухудшение в этом плане. Так вот, значит, мы можем сказать, возвращаясь к тому, кто эти классы вообще открыл. Вот перед этой великой революцией феодалы чувствовали, что дело идет к потере власти. И поэтому они решили подстраховаться. И идеологи феодалов, когда феодальные историки стали писать труды о том, что управлять могут только благородные. Вот у вас папа граб? Нет. А мама не баронесса у вас? Нет? Нет. Значит, вы не можете управлять. А у меня папа граб. И у него князь. Папа. Мы должны управлять. Почему? От того, что мы с детства учили дело управления. У нас прямо вот с младых ногтей были специальные у нас учителя. Мы учили разные языки. Мы военное дело. А вы что делали? Вы коров пасли. Как вы можете управлять государством? Это серьезно, что ли? Разве может, кто попал в управлять государство? Короче говоря, появились такие работы. А тогда выступили французские буржуазные историки. Буржуазные какие? Революционные в этом смысле. Потому что буржуазия была революционной. И они стали доказывать, что управлять государством могут любые классы. Любые. Они не говорили, что именно буржуазия. Любые. И буржуазия, по существу, она же выступала, так сказать, за народный интерес. Она же освобождала от крепостного права, совершая революцию. То есть она являлась выразителем вот этих народных интересов. Правда? Крестьяне все освободились от крепостной зависимости. То есть это большой, колоссальный шаг вперед, прогресс. И вот буржуазии стали доказывать, что все могут управляться. В итоге, как выяснилось, все-то все оказалось при управлении класс буржуазии. Ну, это мы уже знаем, что кто-то организовывает революцию, тот и становится правящим классом. А все остальные участники, дескать, вы должны идти на баррикады, а мы должны управлять тем, как вы идете на баррикады. Короче говоря, вот открыли классы французские буржуазные историки. А, как говорит Маркс в письме Квейдемейеру, а экономическую анатомию классов разработали английские экономисты, имеется в виду Смит и Рикардо. А то, что я сделал, свойство к трём пунктам. Вся предшествующая история, есть история борьбы классов. Что эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. Второе. И третье, что диктатура пролетариата, ее представляет свой переход к обществу без классов, к коммунизму и все. Вот скромно так три пункта изложил Маркс того, что он сделал, но как. И приписывать ему не надо. И Маркс не говорил, не надо мне приписывать то, что не я сделал. Это как бы преуменьшает его вклад, потому что вот и 200 лет Марксу, зачем ему приписывать, он и так крупный ученый. Достаточно просто посмотреть, сколько написано было в связи с капиталом. Вот есть три тома капитала. Процесс производства капитала, процесс обращения капитала. Процесс капиталистического производства взятых в целом. Две огромных рукописи капитала. 57-го, 59-го года, 63-го, 64-го года. Две огромных рукописи, на основании которых он потом составил план и стал делать. Он умер, когда отредактировал только первый том. Второй и третий том доводил до издания Энгельс. Чуть не ослеп. Там есть фотографии Энгельса, такой в очках, такой замученный. Вы можете писать, две книги такие. Страшное дело. И кроме того, есть еще такое издание, которое обычно называют четвертым томом капитала. Называют. Никакого четвертого тома капитала нет. А это так называемая теория прибавочной стоимости. Это Марк, скорее, чем писать свой капитал. Он изучил предшествующие все крупные экономические теории, политэкономические. И писал для них рецензии. На каждой. Анализировал. Исследовал и критически перерабатывал. И это вот три такие книги. Три такие книги. Они называются «Теории прибавочной стоимости». Почему-то их называют четвертым томом капитала. Я не знаю почему. Потому что они явно идут не четвертым томом. Они предшествовали работе вот тем двум большим рукопищем. А потом уже пошли третьи книги капитала. То есть этот вот Монблан такой. Ну, кто-нибудь занимался какой-нибудь издательской работой, они представляют, что это собой представляет. Какой колоссальный труд. И, соответственно, и прожил он меньше Энгельцев. Вот и мы отметили 200 лет. И Марк, как человек скромный, сказал «Не надо. Я эти классы не открыл». Потому что вопрос о классах – это вопрос классификации научной. Это не вопрос политический. Это вопрос о том, что если вы хотите изучать… Вот сейчас сколько населения на Земле? Сколько на Земле людей? А? За семь миллиардов. Сколько миллиардов? За семь. 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 Семь миллиардов, да? Ну, вот семь миллиардов. Ну, как вы можете это оперировать? Семи миллиардов. Значит, если это классифицировать, все это классифицировать. Так же делается с растениями. Растения какие бывают? Бывают деревья, бывает трава. Потом бывает… Есть цветы, есть бахчевая культура, есть овощи, есть фрукты и так далее. И все это… Есть вот такие определители растений, где все расклассифицировано по пестикам, по тычинкам, по листочкам, по стеблям и так далее, по корням. Все это можно сделать. То же самое касается классификации животных. Вы относитесь к позвоночным или к беспозвоночным? Мы с вами относимся к позвоночным. А есть беспозвоночные, как червы, например. Или змеи. Нет, змеи – это уже позвоночные. Змеи – позвоночные. Есть млекопитающие, а есть не млекопитающие. Земноводные они, не млекопитающие. Мы-то легкими дышим, а они в куры дышат. Вон те же самые лягушки. Лягушек стало совсем мало. Почему? А вот эти тритоны были раньше в лужах. Такие как ящерицы, только водные. Их они все пропали, потому что загрязнение. А дышат они, говорю, через кожу. Ну и все. И лягушек почти не стало. И тритонов почти не стало. Это вот такой тип. А как классифицируют животных по рожанам, и копытам, и по зубам? Почему? Почему говорят, там, дареному коню зубы не смотрят? А не дареному. Когда вы покупаете, надо смотреть зубы? Надо. Почему? Потому что, если зубы плохие, будет плохо есть траву, иначе скоро он и вас возить не будет. И работы не будет делать. Поэтому надо смотреть вот на то, чем добывают или принимают пищу, и чем отбиваются от врагов. Рога, копыта, зубы, парнокопытные и так далее. Вот это все. Это деление в животном мире. То же самое классификация. Значит, если мы разбили на классы, мы уже можем примерно представить. Не в том смысле, что каждый человек будет делать строго то, что в интересах класса. Ничего подобного. Наоборот. Мы вот раз классифицируем, определив, что выгодно тому или иному классу, это легко делать. Ну, что выгодно рабочему классу? Вы продаете рабочую силу, значит, вам выгодно продать подороже. Во-первых. Во-вторых, вам выгодно сделать, чтобы ее не продавали. А чтобы вы организовали производство и плоды его тоже к вам поступали. А не то, что продали рабочую силу и все. То есть, у вас ближайший интерес состоит в том, чтобы свою рабочую силу продать подороже, а коренной интерес состоит в том, чтобы прекратить эту продажу рабочей силы. Что, собственно, и составляет суть коммунизма. Они продаются. Здесь общая собственность. Все трудятся и все получают. Цель производства какая при коммунизме? Общее благо. Да. Ну, общее благо уж очень у вас общее. Вот цель производства конкретно формулировалась уже в первой программе партии. Все равно это не очень это вот. Она звучала гораздо красивее. Обеспечение полного благосостояния – это вот как раз то, что вы хотели сказать. Полного благосостояния. Не то, что у вас это есть. Мясо есть, рыба нет. Рыба есть, молока нет. Молоко есть, хлеба нет. Мясо есть, горчица нет, сала есть, лука нет. Ну и так далее. Это не пойдет. Это полное благосостояние. Все условия для развития. И свободное всестороннее развитие всех членов общества. Чтобы не я только развивался, а вы тоже развивались. Я вот стараюсь, чтобы вы развились. Ну, в чем смысл лекции, занятия? В чем смысл университета? Ну, чтобы вы вот выросли, и вы должны пойти дальше или остановиться ниже, чем мы. Вы к следующему поколению относитесь? У меня внучка говорила. Если вы нас родили, мы должны быть лучше вас. А зачем тогда вы нас родили? Я думаю, ну, надо же вас дает. Действительно. Ну, если вы вот моложе, чем я. Так неужели вы должны даже не добраться до уровня, который у нас? Вы должны дальше же пойти? И это совершенно нормально. А как еще может быть? Развитие человечества идет. Кто-то, вот скажем, какой-нибудь Вейерстрасс. Всю жизнь доказывал теорему, а потом теорему Вейерстрасса. Если не доказали, два. Два нам отлично. Все это потом сжимается, уплотняется. Или, скажем, Гегель взял и все, что за две тысячи лет было написано в философии, все обобщил, и каждый философ представлен в своей категории. Тем, что он внес в мировую науку. А не то, что вы будете изучать всю эту просто историю философии, застрянется где-нибудь на первой четверти всей этой истории. Потому что, если вы будете перебирать исторически, то жизни не хватит. А если уже это обобщение работы сделано, тогда можно пойти вперед. Так скажем, Менделеев создал реаллическую систему элементов, и тогда уже можно было открывать эти элементы, даже заранее уже свойствуя их, глядя просто на таблицу по атомным весам. Поэтому, конечно, развитие науки обязательно предполагает обобщение и движение вперед. Наличие вот этого подхода классового позволяет вам знать, что выгодно классовому, а потом уже говорить, а вот этот рабочий в соответствии с интересами рабочего класса поступает или несоответствие. Потому что интересы класса – это не то, что думает тот или иной рабочий. Интересы класса – это что выгодно рабочему классу. Интересы бурразеи – это не то, что думает тот или иной фабрикант. Потому что Энкельс, например, фабрикант, был, как известно, идеологом и вождем рабочего класса и помогал капиталу написать Марксу. И за него некоторые вещи писал, чтобы тот получил гонорар и записал свой капитал. Поэтому никак нельзя в отношении одного человека определить его позицию, просто потому, как его принадлежность. Скажем, Ленин дворянин же был. Ежинский был дворянин. Как можно узнать? Иначе никак не узнаешь. Поэтому применительно к отдельному человеку, вот в тезисах о Фейербахе Маркс написал «Человек из продукта обстоятельств и воспитания». Обстоятельств и воспитания. То есть, вот вы встретили такого человека, он на вас повлиял, вы там с ним общались, вы говорили, и это перевернуло, может быть, вашу жизнь. А что вы ели и где вы жили – это тут десятая идея. То есть, сказать, что человек полностью определён и своим бытием неверно. Бытие не определяет. Индивидуальное бытие не определяет индивидуальное сознание. Не определяет. Вот я, например, стал изучать науку логики Гегеля, потому что, так сказать, я побывал на лекции нашего ректора. Я был студентом математико-механического факультета. Это вот здесь, на десятой линии. И в актовом зале… Сейчас такого нет, сейчас везде пропуска. У нас, слава Богу, пускают с пропусками. А так вообще любой человек мог прийти из города. Разве университет – это не храм знаний, что сюда должны люди истекаться, кто хотел бы послушать там профессора? Что плохого в этом, что он придёт? Нет, давайте всё закроем. У вас ещё двери закрыты, вы к нам придите на институт философии, у нас всё закрыто. Вы не узнаете, сколько у нас пустых аудиторий, потому что они все закрыты. Но я понимаю, там есть компьютеры. Нет, закрыто всё, не узнаешь. И вот товарищ Александров Академия, геометр. Александр Данилович читает лекцию «16 элементов диалектики» в конспекте науковой логики у Ленина Гегеля. И вот я после этого… Всё с битком забит наш этот тактовый зал. С разных факультетов люди пришли. Сейчас все журналисты на журналистике, экономисты там, где экономический. Историки на историческом. И, слава богу, сейчас сломали решётки между историческим и философским. А то были решётки металлические и за ключ закрыты. А то прорвутся историки и узнают что-то философское. Или философы к историкам просочатся и что-то узнают из истории России. Убрали. Теперь можно и так пойти через экономическое, и так пойти. И вот ещё на втором этаже не разгородились. Так насквозь не пройдёт. Но уже тут всё сломлено, во всяком случае. Вот после того, как он выступил, я к нему подхожу. А он преподавал. Ректор раньше преподавал. В 88-й аудитории. Нам отметили такая вот. С подъёмом такая аудитория очень хорошая. Он выходит. После лекции я спрашиваю. Вот Александр Данилович. А как изучать лексику по конспекту? Ленинскому конспекту на Окулове. Я так посмотрел на меня. Зло. Я говорю. Почему по конспекту? Гегеля надо считать. Как рёхнет. Правда такая. С лотом. Ну я пошёл Гегеля считать. Мне этот человек дал совет. Он, кстати, и философ крупный. И книжку у него есть по философу. Вот. И я пошёл с того времени и стал изучать. И так вот я стал доктором философских наук. Натолкнул на меня. Меня натолкнул на это. Александр Данилович Александров. Потому что я на философском, ну ни одного дня не учился. И в аспирантуре не было. И в докторантуре не было. Пришёл и защищал докторскую. Ну это просто. Наука и логика – это такая наука. Она. Человеку поднимает. Уровень. Человек, который занимается наукой и логикой, это не проходит бесследно. В том числе. Там как и для вас. Для вас, скажем, для журналистов, вопрос изучения философии – это вопрос тоже уровня определённого. Чтобы вы не путались в основных таких категориях. Потому что вам что придётся… Ну что журналист, о чём будет говорить? Не знает, о чём он. Он куда угодно может попасть и о чём угодно ему придётся говорить. То есть, а как от этого спастись? Только одним. Есть всеобщие категории. Кто занимается всеобщими категориями? Какая наука? Философия. Философия занимается всеобщим. Вот именно. Всеобщими категориями философия изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. То есть, всё вы не знаете об этом, но главное знаете. То есть, раз вы главное знаете, вы уже сориентируетесь дальше. А дальше уже с меткой, индивидуальный опыт, какие-то дополнительные знания, которые можно посмотреть. Но вот философия в этом смысле играет ключевую роль. То же самое и для историков. Я говорю, ну вот вы там изучаете какой-нибудь там монастырь в XIII веке в отрыве от всего. А ведь история – это наука о том, о современности, как продукте предшествующего развития человечества. Какую роль это всё сыграло для современной жизни? Только историк это берёт с корнями, а не историк берёт без корней. Просто вот сейчас вершки, без корешков. Поэтому это очень важно. Значит, когда мы говорим, что нужно изучать интересы классов, когда мы говорим, что нужно сопоставлять, что какому классу выгодно, и это не значит, что мы просто делим людей на классы. И людей на классы вы можете поделить. А как будет действовать тот или иной индивид – это второй вопрос. Вот один индивид может принадлежать буржуазии и действовать в интересах рабочего класса. А могут рабочие, которые являются рабочими, а действуют в интересах буржуазии. Кто пришёл сюда в войну и воевал с советским народом? Кто? Капиталисты пришли. Круп пришёл и стрелял из пушек Круп. Или, скажем, мессершмитт летал на самолётах. Но это же кто там были? Это были трудящиеся. Кто такие основная масса немецких солдат? Рабочие немецкие. А эти немецкие рабочие, мы кто должны сказать, наш анализ должен сказать, что они действовали вопреки интересам рабочего класса. А не потому, что если они рабочие, то они действуют в интересах рабочего класса. Это совершенно не так. Это абсолютно неверно. Человек не может и не знать своих интересов. Или наоборот. Ему сказали, что вам дадут жизненное пространство. У него мелкобуржуазные были настроения. Вот. На Запад не дают там никакого. А территория вот здесь. На Западе они так не громили. Население не убивали. И с ними не сражались. Вы посмотрите, что было в Европе. Дома не тронутые. Всех пускали, открывали. А потом французские рабочие, чехословатские рабочие, румынские, болгарские рабочие. Они что делали во время войны? Они делали ту военную технику, которую убивало советский народ. Поэтому, когда он говорит, вот сам Европа недовольна тем, что делать. Европа эта, когда был Гитлер, она занималась уничтожением населения Советского Союза. Причем кто? Трудящиеся. А что они делали? Где делали башни для немецких танков? В Чехловакии. В Чехловакии промышленно-разбия страна. Они там легко потом делали социалистическую революцию, когда там войска стояли советские. Они, как говорится, кровь проливали советские люди или Польшу. Все время она недовольна. Она там решила, что она сама будет делать восстание, своих людей положила и наших тоже положила, много людей. Поскольку они раньше времени сделали восстание в Варшаве. И его подавили. Естественно, подавили. Надо же, кроме того, что вы хотите сделать восстание, уметь посчитать. Чтобы сделать восстание, надо посчитать силу. Утопили сами себя в крови. И вот они нас все время получают. Европа нас все время получает в этом отношении. А мы должны понимать, что вот есть объективные интересы классов, а есть позиции, которые занимает тот или иной индивид. Это два разных понятия. Поэтому, наоборот, мы для того, чтобы понять позицию индивидам, прежде всего, мы должны определить позиции, что кому выгодно, и сводить все политические моменты, там, лозунги, заявления, программы, поступки, сводить к какому классу это выгодно. Вот что нужно. И не слушать, что они скажут. И какие у них программы, какие у них листки, какие разговоры. А кому выгодно то, что они предлагают сделать. То есть все идеи и предложения проверять через соотнесение с классами, с классовой структурой общества. Вот для чего нужно это деление на классы. И когда можно будет устранить деление на классы? Чтобы устранить деление на классы, нужно устранить вот все те классовые различия, которые есть. А это какие? Место в исторической определенной системе общественного производства. Различие должно быть между производством в городе и в деревне. Вот как его трудно устранить. Вот как трудно. Различие по отношению к средствам производства. То же самое. Это надо общественную собственность иметь. Это тоже не очень сложно. Третье. Это роль в общественной организации труда. Если одни только подчиняются, а другие только управляют, то это означает, что классы у него не уничтожены. Одни люди только дают указания, а другие только выполняют. Надо, чтобы они менялись. И чтобы никто не перекладывал свои доли производительного труда на плечи других. Ну вот представьте себе ситуацию, когда вы работаете 4 часа в день и 5 часов в день. Вы знаете, у вас свободное время. Свободное время. Вы знаете, что такое свободное время? Сейчас я спрошу и мы выясним. Что такое свободное время? Время, когда можно делать то, что хочется. Ну, если я хочу напиться водки. Это свободное время? Да. Нет. В общем-то, это свобода. Свобода – это господство над обстоятельствами, со знанием дела. А когда обстоятельства надо думать… Я сейчас с горя пошел и напился. Я говорю, в свободное время. Я потерял часть жизни. А? Может, не с горя. Вы сказали просто пойти и напиться. Так он просто не может быть. Люди напиваются для того, чтобы уйти из этой жизни, от этой жизни. Как это просто? Не просто люди напиваются. Это же наркотик. О чем вы говорите? Водка – наркотик или нет? А что такое наркотик? Это такое вредное вещество, вред которого не в том, что оно просто для здоровья вредно, а в том, что первое, что оно делает – это сламывать сопротивление человека употреблению этого вещества. Человек, который начнет пить, не может остановиться. Вы знаете, что дальше его ничем уже не остановишь. И подшивается, и погибает, и умирает. Но только если это слабый наркотик, как алкоголь, то это, значит, длительный процесс. А если это сильный наркотик, как сейчас есть, то это процесс, который в 20 с лишним лет и готов. И все. Или курение – это тоже ведь наркотик. Вроде не страшное. Ну ничего, умрет некоторое раньше. Больше будет людей от рака легких умрут. И то ничего страшного. Все равно все умрем. Как вяжется это с задачей обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития. Все, кто никак не вяжется. Никакого тут развития нет в этом. А вот если вы смотрите дурную передачу по телевидению. Там постреляют, убивают. Жгут, насилуют и грабят. Это свободное время. По вашему определению, которое вы сказали, вроде свободное. Чё хочу, то и смотрю. Вот когда чё хочу, то и делаю, это знаете, как назвать на философском языке? Чтобы у вас тоже был инструмент – произвол. Вот чё хочу, то и делаю. Сейчас возьму вот и закину вот этим телефоном прямо у вас. Это что будет – свобода или произвол? А свобода – запомните, это редко где найдете. Почти никто не знает, что такое свобода. Свобода – это господство над обстоятельствами и сознанием дела. Если над вами господствуют обстоятельства, вы ничего не можете сделать, вы обстоятельства – это законы. И обстоятельства вас заставляют делать это и это. Вы ничего не можете тут решать. Право у вас есть на решении. А что вы можете решать? Жизнь так вас толкает туда, как щепку прибивает к чему-то. Вот если над вами господственны обстоятельства, вы стеснены обстоятельствами, вы не свободны. А вот если вы господственны обстоятельствами, то, наверное, только не абсолютное господство. Имейте в виду, если вы выпрыгнете, то вы упадете и разобьетесь. Никто не запрещает выпрыгивать с пятого этажа. Нет такого закона, что нельзя выпрыгнуть. Но я вам не советую. Почему? Потому что это означает, что вы не учитываете закон Ньютона. Не учитывайте. А потом, если у вас 380 вольт, не надо так проверять. Вот если брать два конца и пальцем проверять. Вы можете лишиться руки, а вы лежите. И так далее. То есть физические законы вы не можете отменить. Не может быть абсолютное господство. Господство всегда сознанием дела. Поэтому иногда говорят, что свобода – это осознанная необходимость. Но это не сама необходимость, а только господственные обстоятельства. Если я делаю все это под влиянием необходимости, меня куда-то заталкивает, то я не свободен. Я свободен все-таки, если я господствую над обстоятельствами. Вот вы свободный человек, вы господствуете над обстоятельствами, да. А свободное время – это время для свободного развития, а не время, когда я могу что угодно делать. Что угодно делать – это произвол. А вот если вам удалось развиваться в это время, это свободное время. А если у вас не получилось использовать этот кусок времени для своего развития, Это не свободное время. Это какое-то время? Внерабочее. Внерабочее время это сон, это принятие пищи, это вы идёте в ванную, это вы убираете, это вы стираете, это вы, может быть, ухаживаете за детьми, это подбираете. У нас много чего. Вы едете в трамвай, вы стоите в очереди. У вас свободного времени очень мало. Очень мало. Потому что ещё надо то время, которое вроде вы освободили, казалось бы, для развития, ещё использовали для развития. А вы сели и посмотрели дурную передачу. И у вас последний шанс использовать это время как свободное, ушёл. И у вас свободного времени нет вообще. Вот какая беда. Тем более, если мы возьмём критерий свободного времени, то выяснится, что в советское время, когда вроде бы стояла такая задача, всё равно не было равенства по свободному времени. Вот у женщин было свободного времени гораздо меньше. На два часа меньше свободного времени, чем у мужчин. Это я вычитал в программе научно-технического прогресса, комплексной, и его социально-экономические последствия, которые составили институты, и Госплан в этом участвовал. Но её вложили в спецхран. Я ходил в спецхран к нам, в библиотеку Горького, и там в специальной книжечке, куда я мог выписывать, она там и хранится. То, что я выписывал, это тетрадочка. Чтобы никто эту программу не прочитал и не вздумал выполнить. Как было интересно. Вот там я из-за неё и узнал, что у женщин на два часа меньше. А если на два часа у них меньше, это значит... А почему получается, что у докторов у женщин меньше? Они глупее или просто у них времени нет такого, чтобы иметь столько же докторов, как мужчин? Нет столько времени. А вот с высшим образованием, это, пожалуйста, тут равенство. А уже кандидатов уже меньше, кандидатов уже меньше. А с докторов значительно меньше. Потому что это довольно большой должен быть лимит свободного времени. И основная масса труда по домашнему хозяйству, погадает по-прежнему на плечи женщин. Мы можем сколько угодно говорить там всякие, что хотите, то и делаем. А что вы хотите, хотите, не хотите, вот смотришь, она потащила. И одного ребёнка на правом плече, на лев, до другого на коляске, надо тащить в детский сад. И так далее. И сколько времени уходит на всякое домашнее хозяйство. Пелёнки надо стирать, убирать. И так далее. Так, вот это всё относится к вопросу о классах. То есть для того, чтобы уничтожить классы, мало уничтожить эксплуататорские классы, мало построить социализм, надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физическими, людьми умственного труда. А вот когда будет так, что у вас 4 часа вы здесь делаете на работе то, что обязаны делать, а 5 часов у вас свободное время. Вот если вы 5 часов играете на скрипке, а 4 часа стоите у станка, вы кто? Скрипачка. То есть уже то, чем вы занимаетесь в общественном производстве, не является для вас определяющим. Вот что важно. Вот что важно. А это до этого дела очень долгое. Очень долгое, поэтому никаких сроков, ну только дураки какие-то или шарлатаны, как Хрущев, могли говорить, вот мы через 10 лет у нас будет коммунизм. Во-первых, у нас коммунизм был в середине 30-х годов. То есть общественная собственность уже была. А полный коммунизм у нас не было и неизвестно, когда он будет, потому что было неизвестно. Потому что сроки для таких вещей установить вообще невозможно. Ни один серьезный человек, скажем, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ну такие вещи, скажем, в каком году будет революция, но не мог написать. Это вот это только придурком надо быть, как Хрущев, который сказал, что через 10 лет мы будем жить. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А прошлое поколение жило давно при коммунизме. Потому что коммунизм означает общее, общественное собственно означает коммунизм. Только не развитый, не полный. Ну так если не полный коммунизм, это коммунизм или капитализм? Ну как человек не разбирается в таких вещах? Ну генеральный, первый секретарь. Кошмар. Ну ладно, он не разбирается. А все, которые делегаты были. То есть общий уровень изучения вообще марксизма, очень низкий. А теперь говорят, он устарел. Да у него он устарел, вы устарели. Наоборот, мы назад пошли. Мы вернулись в то общество, для которого был написан капитал. До сегодняшнего дня. Если он в какой-то мере в чем-то там, где-то может быть и устарел, то сейчас наоборот, все актуализировано. Потому что мы снова попали. У нас что произошло? Реставрация капиталистического строя в России. Реставрация. А если реставрация, что же вы удивляетесь, что снова актуализировались все те работы, которые связаны с выходом из этого положения. Вот это вот то, что относится к понятию классов. Надо еще осознать такую вещь, что классы в своей борьбе не одинаково себя ведут. Один класс, господствующий, может только тогда господствовать, когда он создает специальную организацию силы. Насилие, которая позволяет ему удержать свое господство. Рабовладельцы создавали такую организацию силы, которая обеспечивала им господство, которая отлавливала рабов, возвращала их хозяевам, а при необходимости убивала этих рабов, чтобы они не поднимали восстание. Как называется эта организация силы для обеспечения господства правящего класса? Такой организации не было в первобытном общинном коммунизме. Были женщины, распределяли там продукты, принесли то, что принесли, то делили, так, чтобы все были накормлены. А вот рабов-то было больше, чем рабовладельцев. Как они могут удержать их повиновение? Можно их удержать аргументами, как вы считаете? Могу я вас аргументами удержать в положении рабыни? Я сомневаюсь. Ну, у меня есть, конечно, какой-то опыт, аргументация, но не настолько, чтобы вас удержать в положении рабыни. И что же для того, чтобы вас удержать в положении, что нужно сделать? Силой. Силой нужно. Силой. Значит, надо создать организацию сил. Вот эта организация классового насилия, как называется? Как называется организация классового насилия? Вы уже близко, да. Классового насилия. но государство не контроль. Государство, не контроль, государство у нас. Государство. Государство, это и есть машина насилия, организация насилия, которая обеспечивает интересы господствующего класса. Государство рабовладельческое, оно имеет демократическую форму, да? Это демократия меньшинства, как мы выяснили с вами. Демократия меньшинства, это демократия меньшинства, обеспечивает диктатуру этого меньшинства. Что такое диктатура? Диктатура это власть не ограничена никакими законами. Кто устанавливает законы? Рабы или рабовладельцы? Вот рабовладельцы собрались на форуме и проголосовали. Выступили, проголосовали. Они установили законы. Они ограничены этими законами? Нет. Они? Хорошо. Единая Россия ограничена какими-то законами? Нет. Но она удаст новые законы. Но в чем проблема? У нее больше половины мест в Думе. Плюс ЛДПР и справедливая Россия, которая заедина с ними. Это один класс. Просто был трехголовый, сейчас четырехголовый этот класс. Измей четырехголовый. Один срежешь, еще три остается. Один пока заживает, и эти все действуют. Поэтому государство всегда по своей сути это диктатура. господствующего. А диктатуры, чтобы осуществить, нужно иметь соответствующие орудия силы. Какие? Это армия. Это всякого рода подразделения, которые были затронули. Или МВД, или полиция, или милиция, или какие угодно. Охранные отряды. Все что угодно. жандармирия, которая была феодальная Россия, жандармы были. Казаки исполняли эту роль и выполняли. Сейчас вот удивляется, вот разгоняли, казаки появились. А что вы хотите? Это государство. Государство, это обязательно кто-то будет силу применять. Что тут удивительно? Государство, это диктатура класса. Феодальная государство, была там демократия? Нет. Зачем? Это простое, понятное общество. Если вы дворянка, вы правите. А если я крестьянин, я должен хлеб добывать и вас кормить. Что тут непонятного? Вы с детства уже и пением занимались, и рисованием, и языки изучали, вы по-французски говорите, а мне вы по-русски говорите, что вам принести. Правильно? А между собой по-французски, чтобы я не понял. И вы осуществляете свою власть. А чтобы, а я не хочу быть у вас крепостным, а не хочу, так вы меня расцениваете, но в чем проблема? А кто это делает, обеспечивает его? Армия мощная была у нас, государственная армия мощная. Кто Пугачёва привез-то на казнь? Какой полководец? Суборов. Великий полководец привез. На казнь. Ну, он часть государственной машины, часть государственной машины, машинное насилие, в интересах феодального класса. Это обеспечение. Ну, подавили восстание Степана Радина? Подавили. Булавина подавили? Подавили. Пугачёва подавили. Крестьянское восстание подавили. Повесили кого надо? Повесили. Пётр Первый вешал, тех, кто сопротивлялся ему. Вешал. О чём это говорит? Ну, это организация силы. Это мы просто с вами изучаем. Вот сейчас тоже есть в разных государствах это организация силы. Силы. Говорят, вот они вывели у них правоохранительные органы. А вы что думали? Ах, как вы думали? А если будет диктатура рабочего класса, будет пролетарское государство, а что, там не будет никаких органов силовых? Ну, если не будет силовых органов, отберут у вас эту власть. Власть-то ведь её отбирают. Поэтому вот государство, государство, это очень важная категория. Надо понимать, что государство, это и есть орган классового господства. Какой? Причём орган, обладающий силой непременно. А если силы нет, только разговор разговаривает. Это не государство. Это университеты. Вот что угодно. А у нас вообще университет государственный? Да. А что значит государственный? Так, не выучите, подучите двойку, выгоним. Это что такое? Всё, скажем, до свидания. Больше вас видеть не хотим здесь. Это разве не насилие? Говорят, да я учиться хочу. Всё, 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 идите отсюда. А если я не буду такие требования появляться, скажет, Михаил Васильевич, вы чего тут? У нас должны быть требования очень жёстки к этим студентам. Они вот выйдут, журналисты, потом будут не весь что говорить в своих газетах, в журналах и по телевидению. А мы будем позорить нашу университет. Гоняйте их. Это требования ко всем же предъявляются такие. Это что такое? А что такое государственное? Это для красоты, что ли? Государство – это машина на насилие. То есть тут не просто. Обязаны ходить, обязаны изучать, обязаны сдавать. Если кто не сдал, до свидания. Это так как бы не афишируется, но это у нас тема просто такая. Раз у нас тема такая, она с виду не очень приятная, но мы-то должны, как взрослые люди, понимать, что если это государственное, значит это государственное. Здесь не просто только разговоры, здесь и требования есть. Если требования есть, не выполняешь тем, что с тобой расстаются. Но других там, никакого другого насилия нам не дозволяют. Пистолеты нам не выдают, трогать мы не можем никого, только словами, исключительно. Хотя вот долго, я не знаю, в Великобритании отказались, там линейками все еще бились, еще никакого, до последнего времени. Может быть, уже и перестали, не знаю. Там они любят традиции, у них и королева есть, на нее тратят деньги, хотя она чистый музей там, никакой роли не играет в полиции абсолютно. Ну вот, значит, это вопрос, мы с вами рассмотрели сегодня такие вопросы, как общественное визе, общественное сознание, раз, общественной экономической формации и государства. Вот на этом мы закончим сегодняшнее занятие. спасибо, до свидания. До свидания. Ну вот у вас идеология получается, она связана с какими-то верами в какие-то ценности. Смотрите, что у вас получается. Это не идеи, которые выражают интересы классов, а вера в какие-то ценности. То есть, такое идеалистическое понимание идеологии. Ну там дальше еще раскрывают, то есть... Философия обращается ко всем и несет общечеловеческие ценности вне различий классов. Да никакие она... Нет таких общечеловеческих... Какие общечеловеческие ценности? Ну, назовите хоть одну ценность такую. Она как бы обобщает все знания, которые есть у человека? Ну, она обобщает, если есть знания о том, что, так сказать, и существует... Вот есть уже знания. Классовая борьба идет в обществе. Пока остаются классы, остается классовая борьба. Вот она ее обобщила. А вы тут пишите общечеловеческие ценности. Но это в частности. Ну как в частности? Да нет, ну какая общечеловеческая ценность есть? Человеческую жизнь убивают. Не видели? Причем убивают на войне. Или убивают в классовой борьбе. Какие общечеловеческие? Кто считается? Вот сейчас напали на Сирию, так сказать, и сделали удар. Вот это нет решения Совета безопасности. Взяли и направили ракеты. Это какие ценности? Что это такое? Ну это и не философия. Как не философ? Ну в смысле, они же там не философ. Ну а вы же философы, вы их философию знаете? А что вы пишете какие-то общечеловеческие ценности? Что это ерунда какая-то? Философия обращается ко всем. А ко всем, конечно, обращаются. Естественно, вот мы преподаем тоже всем. Всем, кто пришел, всем мы преподаем. Но у нас есть наука определенная, мы эту науку и преподаем. В этой науке, говоришь, нет общечеловеческих ценностей. Нету, потому что вот у вас одни ценности. Вы считаете, что эксплуатация – это хорошо или плохо? Плохо. Плохо. А вот Потанин считает, что хорошо. Если бы он считал, что это плохо, он был бы не Потанин. И Абрамович. Вот Абрамович уже третью жену меняется. И каждый раз у него там ценность такая, что надо изменить закон о семье. И уже есть заключение брачного договора. Вот так вот в течение семейной жизни все делится пополам, нажитое. Да? Сейчас. А если заключен брачный договор, то вот, скажем, по брачному договору, в случае развода, жене отдается квартира и какая-то сумма денег. И будь здорова. И вот уже у него третья жена. Итак, они начали. Как у нас проституция есть? Это общечеловеческая ценность. Вы объявление видите, нет? Совершенно. Но это о чем говорит? Это связано с безработицей или нет? Вот вы можете сказать вот этой девушке, сказавшей девушке, идите работать. Куда она пойдет работать? Вы знаете, что 4% у нас запланированные безработицы? Запланированные. А почему безработицы планируют? Вы что думаете, вот буржуазия такая дура, она не может посчитать, сколько рабочих мест и сколько людей? Ну что, нету компьютеров, да, они знают, кстати, знают. Так надо, зачем считать, зачем делается рабочих мест строго меньше, чем работающих? Зачем? Чтобы вы не требовали повышения зарплаты. То, что вы будете требовать. А так, я скажу, так, гражданка. Здесь, вон, за вами есть, вон, 4 человека. За вами стоят 4 человека. До свидания, царь. Где вы обнаружили эти человеческие ценности? Я бы хотел на них посмотреть. Если вы берете исторические ценности, да, они-то какие? Они все равно кому-то принадлежат. Государству они принадлежат. Какому? Буржуазному. Хотите посмотреть? Платите деньги. Вы на Ленина хотите посмотреть, в музей Ленина сходить, вразливить. Платите деньги. Смешно. Я иду, говорит, посмотреть на вождя пролетариата. Платите деньги. И платят. Это чьи ценности? А деньги какие? Потому что деньги, да, это неважно, на кого вы будете смотреть. На то, что имеется там, значит, из культуры Египта или на вождя мирового пролетариата. Платите деньги. Вот вход в музей пока бесплатный. Но он очень редко открыт. А? Он очень редко открыт. Очень редко открыт, да. Вот так. Так. Классовый офис обращается ко всем и несет общечеловеческие ценности вне различия классов и наций. Несет-то она вне различия. Несет классовые свои ценности, классовые интересы, представляет как общечеловеческие. И несет их всем классам. Вот неправильно вас сформулировали. Классам всем, конечно, безусловно. Скажем, само преподавание поставлено, например, как. Ну вот мы это преподавание, у вас есть программа, она государственная, так сказать, ее утвердает в государственном университете и так далее. Но мы их подаем тоже как общечеловеческие. Ну вы же прекрасно понимаете, что они зависят и от того, кто читает, и от того, кто составил программу, и от тех, кто утверждал программу. Ну то есть не так все это просто так. И поэтому иногда, так сказать, получается не совсем те интересы, которые там объявляются, здесь проходят. Идеология обращается к определенным слоям населения и защищает их. Каким определенным? Какая идеология? Скажем, идеология для рабочего класса. Идеология для рабочего класса называется пролетарская идеология. Идеология буржуазная называется буржуазная идеология. А у вас идеология вообще, общечеловеческая. Она общечеловеческая в идеологии, если идет классовая борьба в обществе, она в идеологии идет? Да. У нас сколько классов в России современной? Три. Значит, есть идеология, которая выражает интересы рабочего класса, это пролетарская идеология. Есть идеология, которая выражает интересы буржуазии, это буржуазная идеология. И есть идеология кашеобразная, потому что у мелкой буржуазии ей то выгодно, и это выгодно. Она трудящаяся, значит, она вместе с рабочим классом, это ей выгодно. Она за пролетарскую идеологию. Но ей хочется стать настоящим капиталистом, не стать не мелким буржуа, а настоящим буржуем, то есть эксплуатировать другим, прикупить еще средства производства, создать маленькую мастерскую, потом фабричку и освободиться от того, чтобы самой трудиться или самому трудиться. Так что мелкобуржуазной идеологии нету как таковой. Это каша. Из чего? Из смеси идей буржуазных и пролетарских. Никакой третьей идеологии нету. То есть вы вместо противоположности идеологии классовой борьбы или классовой борьбы шире идеологии, вы изображаете идеологию как бы вне классовой борьбы. Это неправильно. Истинная философия критически относится ко всем мифам. Да, в том числе и логическим. Она изъясняет ложность всех принципов. Почему только принципов? Не только принципов, но и мифов. Любая достаточно богатная. А бывает, что это мифы положительные. Мифы древней грецы. Вы против них, что ли? Зачем их разоблачать-то? Интересно же. Они говорили о молодости человечества. О мечтах. О лучшей жизни. Зачем их разоблачать? Любые мифы. Не надо любые. Сейчас никаких мифов уже нет. Какие мифы? Сейчас просто обманывают людей. Ложь надо разоблачать. Это не мифы сейчас. Специально сидят люди, которые специально пишут то, что им заказывают. И это надо разоблачать. Это не миф. Это обман. А мифы это красивые же. А это никакой же это миф. Мифы это красивая, сказка такая. А тут уже ничего тут красивого. Так что вы напрасно такое красивое имя отдаёте. Отдаёте. Любая достаточно богатая интеллектуальная идеология опирается на определённый философский концепт. Что значит любая? Идеологии всего две. Есть люди. У людей в головах может быть очень слабая идеология. В том смысле, что у них никакой последовательной идеологии нет. Людей с последовательными такими позициями очень немного. Вы что думаете, у гуржуазей в голове такая ясность? Нет, конечно, тоже. То есть есть буржуазные идеологи, и есть пролетарские идеологи. И есть люди, у которых большинство буржуазных деятелей чёрт-те что в головах. То же самое у рабочих. Вы что скажете, у рабочих пролетарская идеология в головах? У большинства рабочих какая идеология в России? В России. Большинство рабочих в России. Какая идеология? Пролетарская. Ну что она вдруг? Пролетарская у нас? Общественное бытие определяет общественное сознание? Общественное бытие определяет? Да. У нас общественное бытие какое? Пролетарское или буржуазное? Буржуазное. Ну что вы говорите? Это же наука. Ну что тут вот гадать? Система духовных ценностей. Вот не всё можно называть духовными ценностями. Если вас хотят зарезать или перерезать горло, это нельзя называть ценностями. Это вот переключение вместо идей. А идея может быть такая. Уничтожить, взорвать. Сейчас террористы взрывают, убивают, отрезают голову. А это вы называете ценностями. Слово ценности не годится для этого. Нельзя в понятии ценностей описать то, что происходит в серии идеологии. Потому что под ценностями можно понимать то, что вошло в культуру, а не то, что есть в идеологии. Вот чтобы войти в культуру, надо, чтобы ещё история это дело отсеяла. Потому что культура – это опыт человечества материальный, накопленный опыт человечества материальный и духовный. А вот люди, когда культуру не берут, начинают о словах, о ценности говорить, приметившись к идеологии, это обман. Вот это те самые мифы, про которые вы говорите. Какие ценности, когда убивают, режут, насилуют? Это ценности, что ли? Решить идеологии, исходные проблемы, применительные к условиям бытия и интересам человеческих. То есть вы эту теорию классовой борьбы, которую разработали французские буржуазные историки, так не особенно освоили. Не особенно. То есть вы такая доисторическая у вас такой взгляд, до буржуазной, я бы сказал, до буржуазной. Потому что буржуазные историки, вы же они по-другому это дело осваивали. Наука оказывает такое прямое и сильное влияние на создание основ идеологии. Да, это правильно. Она делает что? Это путем предложения новой картины мира. Новых методов познания, мышления, нового языка, для описания новой, новой. Новое – это ведь предложить новый язык. Что новое? Что считается новой, которой раньше не было? Ну что значит новый язык? Новый язык. Нового языка, для описания фактов, процессов, сэкономиков. Ну в плане не новый, а новый в контексте иде... Ну в контексте... Сейчас, кто-то пытает. Не тот новый, который вот прям совсем новый. Ну вот есть вот язык, диалектик, который разработал идеалист Гегель. Он, конечно, не коммунист. И не марксист, как вы понимаете. А он, он представитель философской концепции, если брать ее в целом, враждебной марксизму, да? Вам он не устраивает язык Гегеля? А Маркса устраивал, Энгельса устраивал. Потому что, потому что наука развивается не так прямолинейно, что вот, скажем, только материалисты развивали философию. А Ленин говорил даже так, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Вот умный идеалист Гегель лучше глупого материалиста, того же самого Бухарина. Вот Ленин говорил, что вот у нас он законно любимец партии. Закон считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения, с очень большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским. Это он написал в письме к съезду, оценивая качество членов ЦК Бухарина. Вот он теоретиком считается, любимцем партии, но не понимал. Потом у нас был верный ленинец Хрущев, тоже верный ленинец, эти разговоры, эти все. То есть, вот это новый язык. И вообще народное государство это новый язык, потому что над этим Энгельс смеялся. Это жареный лед. Но если оно государство, так оно классовое. А если оно уже народное, то оно не государство. Но если народное оно, все, зачем силы тогда? Если у нас все единое интересное, нет различных классов, зачем кого нужно принуждать? Зачем я вас буду принуждать, я вас буду просто убеждать. А сейчас я вот убедить, но еще и принудить, еще экзаменность. Видите, над вами палка стоит, это вы так все киваете. А почему вы должны кивать? А потому что вот как не кивая, я и вас экземинатор, а вы студент. Видите разницу? У нас, говорит, все равны, но я равнее сейчас. И какие у нас права? Абсолютные права, абсолютизм. Все, что поставил, то и поставил. Есть у меня книжка «Социальная диалектика». Эта книжка висит на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Вот вы можете взять ее и почитать. Как называется? «Социальная диалектика» называется, фамилия моя Попов. Фонд Рабочей Академии, фонд Рабочей Академии, библиотека. Там есть висит «Социальная диалектика», читай, она приближена по структуре вот этой социальной диалектики. Там же висит еще и лекция по философии и истории. Я историком читал такой курс по философии и истории. Это, так сказать, вам дополнительный какой-то материал. Я вам советую это почитать, чтобы вооружиться в отношении тех вопросов, которые у вас пока так.